МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительный парень или просто вундеркинд? Наши корреспонденты пообщались со школьником, который набрал 100 баллов по ЕГЭ. Итак, в двух районах Калтайского края из-за аномальной жары объявлен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность в зональном и целинном районах. В выходным там обещают до плюс 35 градусов. Из-за сухой и жаркой погоды может возникнуть пожароопасная ситуация. Четвертый класс горимости ожидается в отдельных местах Алтайского края. По региону передали штормовое предупреждение. В МЧС попросили местных жителей не разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Довольно серьезный пожар сегодня случился в Барнауле. Загорелся хлебозавод номер 4. Дым от огня распространился больше, чем на 30 квадратных метров. Комбинат расположен на улице Петросухова. На время работы спасателей движение транспорта было перекрыто. Очевидцы сообщили, что пожарные прибыли на место оперативно и первым делом начали разбирать крышу здания. Горело чердачное помещение площадью 35 квадратных метров. По информации МЧС пострадавших нет, а вот причина пожара будет известна позже, после полной ликвидации возгорания и экспертной оценки. К 2024 году средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет, к 30-му до 80. Вот такую задачу перед российскими регионами поставил президент. Как ее исполнять, какие профилактические меры должны быть в приоритете, обсуждали сегодня на заседании правительства края. Пока Виктору Томенко в администрации края докладывали о мерах профилактики в регионе, для того, чтобы люди дольше жили, на улице у здания правительства барнаульцы могли измерить артериальное давление, узнать свой вес, уровень сахара и холестерина и получить направление, если есть проблемы. Подобных акций, в том числе выездных, их в районы края становится все больше. Активно работают в центре медицинской профилактики. Врачи говорят с трудом, но все же удается договориться с работодателями, чтобы обследовать сотрудников прямо на рабочих местах. Для работодателя никаких расходов на этот предмет нет. Необходима инициатива работодателя и желание заботиться о здоровье своих сотрудников. У Минздрава региона задачи амбициозные, да и государство требует охватить профилактическими осмотрами 60% населения. Есть и другие задачи у наших врачей. Уменьшить потребление алкоголя, а мы, к сожалению, в стране одни из лидеров, приучить людей к здоровой пище, овощам и фруктам, и чтобы физкультура была за правило. Это все очень серьезно с точки зрения, что люди просто должны поменять модель своего поведения. Ну, каждый из нас на своем примере знает, а что такое отказаться. Если привык кружечку пьев выпивать перед сном, да, попробуй откажиться, к примеру. По итогу заседания правительство разработает план-график реализации в крае приоритетного федерального проекта формирования здорового образа жизни. В нем предполагается пять направлений. От здорового питания до мир по снижению потребления табака и алкоголя. Только в таком случае, подчеркнул Томенко, можно будет добиться увеличения жизни в регионе в среднем до 78 и 80 лет. Татьяна Голубева, Павел Лауренин. Наши новости. Сегодня 162 алтайских призывника отправились служить в ряды вооруженных сил. Это заключительная весенней кампании партии новобранцев. В региональный пункт сбора в Барнаул молодые ребята приехали за несколько дней до отправки, так что служба для них уже началась. Здесь жизнь будущих солдат была максимально приближена к реалиям армии. Все вместе они ходили строим в столовую, учились по строению на плацу. Каждому из них был вручен военный билет. Уже перед самым выездом им передадут вот такие сухие пайки. Они сейчас чуть позже появятся на ваших экранах. И наборы с предметами гигиены. Большая часть наших земляков будет служить в сухопутных войсках. Это части во Владимирской области и Хабаровском крае. 35 пойдут в железнодорожные войска. Всего же по итогам весенней кампании из нашего края призвали более 2000 новобранцев. Я с детства мечтал вообще стать офицером, стать военным в первую очередь. После выпуска из школы не получилось поступить в силу определенных обстоятельств. Поэтому сейчас хочу поступить на срочную службу, затем на контракт, либо после армии поступить в высшее военное училище. Сегодня 109 лет со дня образования кинологических подразделений. Первый питомник и школа дрессировщиков полицейских собак открылась 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге. А спустя 75 лет питомник появился в Алтайском крае. Сейчас в центре службы несут 60 сотрудников, а помогает полицейским 80 собак различных пород. Несмотря на современные технологии и возможности, служебные собаки практически незаменимы в поиске оружия, взрывчатки, наркотиков. Только за 5 месяцев этого года благодаря помощи собак полицейские раскрыли 563 преступления в крае. Алтайский школьник вписал свое имя в список юных вундеркиндов России. 11-классник набрал максимальный балл по двум предметам ЕГЭ, информатики и профильной математики. Сегодня наша съемочная группа встретилась с умником из Барнаула и узнала, в какой ВУЗ он намерен поступать. Это не случайный мир, друг. Вот она формула успеха. Друзья увлеченные, трудолюбие огромное и талант. Удивительный парень. Именно так называют Данила Севцова педагоги. Примеры и задачи юноша щелкает, как орехи. А в свободное от занятий время танцуют ирландские танцы. То, что сдаст любимые предметы на высокий бал, Данил даже не сомневался. Он дополнительно занимался по 10 часов в неделю. И это принесло свои плоды. Самый мандраж – не когда ты приходишь сдавать предметы, а когда говорят тебе, что пришли результаты, и ты лезешь в телефон, чтобы вбить свои данные и посмотреть результаты. Тогда было самое большое, конечно, волнение. Вот буквально вот эти пять секунд. Но когда посмотрел и увидел, выпускник успокоился и сказал – прикольно. С такой легкостью он относится даже к самым серьезным испытаниям в жизни. Единственное, признается молодой человек, иногда хочется немного полениться. Лень, она всегда есть. Ну, как бы, надо с ней бороться как-то. Не всегда получается, если честно. Но… Ну, получилось. Ну, как-то получилось. Сейчас Данил ждет результатов по физике, по среднему экзамену. К слову, ждет формально. В высоком бале он уверен. А после выпускного, получив на руки золотой аттестат, юноша отправится покорять Москву. Его цель – МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики. Будущий ученый-программист мечтает совершенствовать автомобили и гаджеты. Его педагоги уверены, что у него все получится, и мы еще услышим имя этого выдающегося юноши. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. А вот алтайским вузам в этом году выделили больше бюджетных мест, чем в прошлом. При этом университеты края должны открыть несколько десятков новых направлений. Об этих и других тенденциях приемной кампании 2018 в сюжете Ирины Харитон. Уже два года Надежда мечтает поступить на актерский факультет. Девушка подает документы сразу в несколько вузов. Питерский, Новосибирский и Барнаульский. В последней, уверена, выпускница, она наверняка пройдет. Я уверена в своих силах и думаю, что это возможно поступить на актерский факультет в Барнауле на бюджет. Получить высшее образование бесплатно желает большинство абитуриентов. Оно и понятно. Стоимость обучения в вузах растет каждый год, а деньги есть не у всех. Институту культуры в этом году выделили 300 бюджетных мест. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Набор на бюджет, прежде всего, расширили за счет новых направлений. Таких в Кульке открыли два. Появились факультеты звукорежиссуры и веб-дизайна. Обеспечен набор, обеспечены эти направления и профессорско-преподавательским составом, и материально-технической базой. Несколько новых специальностей появились и в АГУ. Это антропология и этнология, медиакоммуникации, формация, судебная и прокурорская деятельность. Бюджетный набор в целом вырос на 92 места. Это максимальное число среди вузов края. В головном вузе политех и, напротив, бюджетные места убыли. Просто мы распределили места больше в БИСК дали. То есть потому что у нас БИСК – это Наукоград, поэтому мы решили поддержать наш БИСК и филиал. Чуть-чуть больше туда мест распределили. А вот в медицинском вузе количество бюджетных мест по сравнению с 2017-м не изменилось. Их по-прежнему 480. Но на 2% больше наберут студентов-цельвиков. При этом, как в прежние годы, большинство будущих врачей будут получать специальность за деньги. Стоимость обучения и без того самого дорогого вуза края в среднем выросла на 20 тысяч рублей. Но среди сибирских профильных вузов Алтайский остается самым дешевым. Приезжают абитуриенты из ближнего зарубежья. То есть, несмотря ни на что, они также участвуют в конкурсе на бюджетную форму, но и также подают на платную форму. Надежда понесет документы в вузы через считанные дни. Конкурс на актерский факультет серьезный. 10 человек на место. И еще часть бюджетных мест отдадут льготникам. Но для девушки платное образование исключено. Поэтому она надеется, что набранные баллы по ЕГЭ позволят ей поступить в институт бесплатно. И мечта о работе на театральных подмостках воплотится в жизнь. Ирина Харитон, Александр Антропов, Николай Шауко. Наши новости. Юная бичанка Варя Рыжкова нуждается в помощи. Девочка с редким генетическим заболеванием мечтает о летних прогулках. Но тяжелый недуг лишил ребенка возможности ходить. А инвалидная коляска, которую семья получила от государства, не подходит для передвижения по улице. Купить более совершенную модель родители Варвары не могут. А вот сообща, возможно, легко и быстро осуществить мечту девочки. Нет, корабли они научились потом делать. Вместе на лавочке у подъезда они читают энциклопедию. Мама рассказывает Варе о далеких странах и вспоминает, как раньше они ходили в походы. Ты помнишь, какие там были большие деревья? Помнишь? А как на лодке катались, помнишь? Варвара родилась здоровой, но уже в три года возникли тревожные симптомы. Девочка стала медленно ходить, появилась заторможенность речи и страх высоты. Дальше с каждым годом состояние ухудшалось. За свои 10 лет Варвара побывала на приемах у медиков от Барнаула до Германии. Причину угасания ребенка установили только израильские врачи. Оказалось, что у девочки очень редкое генетическое заболевание, которое приводит к необратимому регрессу в развитии. Названия этому диагнозу нет. Сейчас поддерживать ее, как-то стараться, не давать ей еще больше деградировать развитию. В Томске нам прописали такие витаминные препараты, но с ними мы немножко полегче себя чувствуем. Вот мы отдыхали, мы сразу заметили разницу. Единственное, что мама может для Вари, это сделать ее жизнь комфортной. Государство обеспечило семью самой простой инвалидной коляской. Но она не подходит ребенку по многим причинам. В результате прогулка доставляет только боль. Ну, как сами видите, очень тяжело управлять такой моделью коляски. На кочках у нее выгибаются подножки. Варю всю трясет. Если я не заметила, какой-то камешек. Ручка от подголовника втыкается мне в живот. Варя ударяется головой, а подголовник у нее начинают опять трястись ноги. И чтобы нам прийти в рабочее состояние с Варей, нам приходится останавливаться, пить водичку. Коляска, в которой Варе будет удобно гулять, стоит 66,5 тысяч рублей. Бичане уже однажды смогли помочь Варваре и ее семье. Благодаря общей поддержке Рыжковы оплатили поездку в Израиль. Наверняка мы вместе сможем еще раз собрать необходимую сумму и сделать еще одно чудо для маленькой Бичанки. Тогда Варя и дальше будет узнавать мир, который пока видит только в книгах. А еще ты хочешь в поход с ночевкой в палатке, да? В настоящий поход хочешь, да? Да. Свалку в Заринске не ликвидировали. До 20 июня по предписанию Минприроды края в Заринске должны были убрать несанкционированный полигон бытового и строительного мусора. Но только коммунальщики требования проигнорировали. Напомним, жители Заринска обратились в Минприроды края с тем, чтобы оно помогло им избавиться от большой свалки в черте города. Ведомство вынесло предписание о ликвидации полигона. День Икс 20 июня уже прошел, но свалка по-прежнему остается там, где и была. На фото, что сделали заринчане несколько часов назад, видны те же 4 метра мусорного слоя. Отметим, по иронии, свалка располагается практически на заднем дворе муниципального коммунального хозяйства. Остается непонятным, как власти города допустили, чтобы подведомственная им организация на бюджетные деньги складировала отходы у себя на заднем дворе, вырубая при этом рощу и загрязняя берег речки, до которой осталось-то всего 10 метров. Прибавка урожая до 3 центнеров с гектара при одной обработке, а при комплексной до 10 центнеров. Но вот такой эффект дает современная минеральная добавка нанокремний, которую применяют все больше алтайских фермеров. Накануне удобрения нового типа презентовали на дне сибирского поля. Это препарат, который содержит в себе кремний не в форме соединений. Измельченный порошок меньше молекулы ДНК. Растения легко используют его как строительный материал для укрепления своего организма. Влияет на корневую систему, влияет на листья, ткани, повышает стрессоустойчивость растений, устойчивость к засухе, устойчивость к заморозкам, устойчивость растений к стрессовым воздействиям химических веществ. Такие результаты уже получили ученые агрофакультета края и руководители десятков алтайских хозяйств. Препарат просто распрыскивают по полю и уже через две недели листьев и стебли у растений больше, их цвет насыщенней. Нанокремний применяют и для сельхозкультур, и для плодовых овощей. За счет использования чистого вещества продукт полностью экологичен. Гостям агрофорума представили и современные модели техники. Среди них особое место заняла продукция компания «Алтай-Кузов». За ней едут из Новосибирска, Омска и даже Красноярска. А все потому, что на предприятии постоянно совершенствуют конструкцию кузова. За счет рифленого листа грязь на бортах не остается, соответственно гнить борт не будет. Вот эта конструкция панели, она придает борту особую жесткость, при которой не требуются никакие стяжки при работе и так далее. Четвертый год подряд компания представляет свою продукцию на агрофоруме. На этот раз она презентует новую модель самосвальных кузовов. Специально для сельхозпроизводителей, главных клиентов фирмы, предусмотрена разгрузка на три стороны. Кузов поднимается назад до 65 градусов, а значит на таком камазе зерно с комбайна можно сразу везти на мехток. Еще одно преимущество Алтая-Кузова – сочетание прочности с остальной легкостью, что особенно актуально при весовом контроле на дорогах. Литературный фестиваль имени Роберта Рождественского стартовал сегодня в Край. Открыло программу мероприятия выступления омских артистов вокального квартета и филармонии. Сейчас в концертном зале «Сибирь» звучат песни на стихи нашего поэта. А 22 июня в Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая состоится официальное открытие фестиваля. В этот же день на площадке у Краевого театра драмы пройдет большой концерт, посвященный творчеству Рождественского. Кульминацией же праздника 23 июня станет открытие памятника известному поэту на его малой родине в селе Косиха. Монумент создал знаменитый скульптор Зураб Церетели по просьбе дочери Роберта Рождественского Екатерины. Кстати, она будет присутствовать на фестивале. Подробная программа праздника есть на официальном сайте Края. Можете почитать. Далее прогноз погоды, спонсор прогноза погоды, сеть магазинов Трофей. Все для рыбалки, охоты и туризма. В Трофее найдется все для летнего отдыха, палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от комба. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов Трофей. Завтра в Крае преимущественно без осадков, жарко. В Славгороде и Тольменке 30 градусов выше нуля, плюс 32 в Рубцовске, 33 в Белокурихе и Кулунде. В Барнауле ночью около 17 градусов тепла, днем до 30, без осадков, ветер южный умеренный. И к этому часу у меня все новости. Всего вам хорошего и до встречи в эфире. Нестор Козин Нестор Козин воевал на Западном фронте. Участник битвы под Москвой, Весло-Одерской и Восточно-Померанской операций. Особую славу дивизия генерал-майора приобрела под Сталинградом. В 1942 году она прорвала оборону румыно-немецких войск, замкнула кольцо окружения вокруг двух армейских корпусов и разрезала группировку на две части. Затем имитировала подход и изготовку к атаке механизированных частей, используя весь тракторный и автомобильный парк. Деморализованный командир противника, генерал Стенеску, был вынужден прислать парламентера с согласием сдать в плен все 27 тысяч бойцов. Позже дивизия Козина участвовала в штурме Берлина. За заслуги перед Отечеством ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носит одна из школ и улица в Барнауле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова